30 миллионов рублей похитили кибермошенники у жителей Мурманской области только в этом году. Несмотря на профилактическую работу полиции, находятся те, кто пренебрегает простыми правами безопасности и устанавливает на свой телефон непроверенные приложения. Полицейские уже сотни раз напоминали пользователям мобильных кошельков, привязанных к банковским картам, о потенциальной опасности. Ведь под видом очередной программы из интернета можно установить вредоносный вирус, который будет перехватывать смс-сообщения и через них контролировать ваши счета. Современные вирусы, которые в последнее время мы исследовали, они поступают в виде ссылки в смс-сообщения. Причем, поскольку этот вирус распространяется по контактам телефонной книги, которые были ранее получены с другого телефона, эти вирусы, как правило, имеют адресное обращение. То есть, допустим, приходит пользователь и написано прям «Алексей, вот мы там отдыхали» и ссылочка на фотографию. Программа «Шпион» может маскироваться даже под безобидное с первого взгляда приложение, например, мобильную игру. Установишь такую из интернета по присванной ссылке, а она переведет злоумышленникам всю зарплату или накопленные за несколько лет сбережения. К примеру, в одной из специальных экспертиз было выявлено ремонтное программное освещение, которое при установке отображается как фармхеров сага. То есть, как нормальная игра вроде как выглядит. Пользователь запускает ее, она, соответственно, не запускается, ну и граждане благополучно про нее забывают. Хотя в это время она в фоновом режиме работает и совершает свои действия заданные. О том, что счета опустошили преступники, пользователи порой узнают уже в магазине. На кассе оказывается, что баланс карточки на нуле. Единственный способ защиты – это установка на смартфон серьезной антивирусной программы. И здесь специалисты рекомендуют не экономить. Установить лучше всего платное программное обеспечение, которое обезопасит ваш телефон, поверьте, те деньги, которые вы потратите на установку антивируса, это 200 рублей, в зависимости от финансовых возможностей гражданина, до 1000, в зависимости от продвинутых разработчиков программного обеспечения. Это гораздо меньшая оплата, чем те деньги, которые вы потеряете, если преступники путем установки вируса на ваш телефон похитят с ваших счетов. Полицейские отмечают, что в большинстве случаев мошенники, задержанные полицией, похищенные денежные средства уже потратили. И возместить причиненный ущерб они не смогут.